Прокурор с особыми потребностями в Черкассах, замначальника одного из отделов областной прокуратуры, отсудил себе доплату к пенсии по инвалидности. Хотя все подобные перерасчеты служителям закона Верховная Рада временно заморозила. Теперь чиновник вдобавок к своей и без того неплохой зарплате получает почти 100 тысяч гривен в год. Это закрытая площадка, парковка сотрудников областной прокуратуры. Служебный и личный транспорт они тщательно прячут от посторонних глаз. Класс прокурорских автомобилей впечатляет. Журналист Александр Беспрозванный такой роскоши не удивляется. Рассказывает герой его недавних расследований, замначальника отдела областной прокуратуры. И вовсе меняет авто премиум класса, как перчатки. Продается и Лексус за 125 тысяч гривен, 5000 долларов. И на ее месте купляет Toyota Sequoia 2008, которая за 170 тысяч гривен, 7 тысяч долларов. При реальной вартости минимум 30 тысяч долларов. Речь об Александре Кожушко. До революции достоинства он возглавлял Каневскую межрайонную прокуратуру. Затем Черкасскую городскую. Теперь трудится в областной. За 15 лет карьеры нажил немало недвижимости. Элитный транспорт, редкие золотые монеты. И оформил инвалидность. Даже при этой ситуации человек подает документы на отримание пенсии второй группы инвалидности. И даже после ее отримания еще подает позов к суду, чтобы подвысили уже призначенную пенсию. После этого пенсия по инвалидности достигла 99 тысяч гривен в год. И это несмотря на то, что Верховная Рада заморозила подобные перерасчеты сотрудникам МВД и прокуратуры. В пенсионном фонде лишь разводят руками. Мол, оспаривать решение суда не могут. Правильно, неправильно. Тут нам уже не дано права на роздуму. Мы завязаны, просто выполнены. Согласно информации пенсионного фонда, из 425 тысяч пенсионеров Черкасской области доплаты по инвалидности получают около 60 тысяч. Свою вторую группу прокурор Кожушка получил в 2014. Тогда ему было 36. Оформляла ее местная медико-социальная комиссия. Но туда простым смертным не пробиться. Информация по присвоению инвалидности конфиденциальна. О своей группе Олегу Остапенко скрывать нечего. На войне в Афганистане потерял ногу, когда начались военные действия на Донбассе. Даже с протезом ушел добровольцем-инструктором на фронт. И у Олега всего лишь третья группа инвалидности. Сейчас у многих уже лазило много болячек, много ранений как-то дают знать. Практически все говорят, что надо заплатить. Надо заплатить, тогда ты получишь группу. Меньше заплатишь, третью получишь. Больше заплатишь, выше получишь. Встретиться с нашей съемочной группой прокурор не смог. Срочно уехал в командировку. По телефону сообщил, все его состояние, наследство от деда. За что получил инвалидность, предпочел оставить в тайне. Я вас хочу запевнивать, что все происходило в межевщинном законодательстве. И не поважаю свой стан здоровья, будь-яких и других людей, своих органов. Что воно вам не заважает в вашей работе? Не заважает. У меня не настолько физическая работа, что воно меня не заважало. Свои расследования в отношении Кожушка журналист прекращать не собирается. Уверен, материальное положение прокурора может заинтересовать и представителей НАБУ. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы.